Какие-то моменты я буквально делал пальцами, то есть масштаб пальцев позволял мне это делать. Каким образом это было делать в трехметровой фигуре, это было сложно понять, чтобы сохранить ощущение свежести и ощущение импрессионизма, ощущение пластики турбесковой. Поэтому здесь буквально делалось это и ладонями, и даже вот я предплечем, и вот так все это делал вот здесь вот. Восемь емкостей, доверху наполненных глиной, и почти год работы в мастерской под Смоленском. Особая пластичность и одновременно монументальность. Путь от замысла к готовой скульптуре всегда нелегок. Он занимает время и занимает мысли. Я много чего прочел, посмотрел, занимался анализом психологии Александра Третьего, и вообще ощущением, потому что, чтобы передать эмоциональное состояние, нужно как минимум погрузиться в человека, чтобы хоть как-то понять. Но главную идею русской любви к родине, ощущение русской земли, мне кажется, что моя задача была передать вот это ощущение. Памятник, наполненный имперским смыслом и величием, создан по эскизам Паула Турбецкого. Но каждый художник всегда привносит в работу что-то свое. Величественная строгая скульптура Александра Третьего в широких эмоциональных мазках больше присущих импрессионизму. Это своеобразный диалог современного автора с самим Турбецким. Общая точка зрения, памятник удался. Он передает дух Александра Третьего, он передает дух работы Турбецкого. То есть то, что и пытались достичь с самого начала. Конечно, были сформулированы небольшие замечания. Думаю, скульптор их быстро устранит, выполнит все работы, которые остаются. И дальше уже литье памятника, транспортировка его на место, к датчину, установка. Официально о намерении создать новый памятник императору Александру Третьему в мае 2018 года объявил Сергей Нарышкин. Таким образом, Российское историческое общество поддержало инициативу музея-заповедника Гатчина об установке памятника императору во дворе от реставрированного арсенального каре. Значительную часть своей жизни Александр Третий проводил здесь, в стенах Большого Гатчинского дворца. Здесь он занимался и государственными делами, проводил время с семьей. Ну и, конечно, уделял внимание русскому историческому обществу, почетному председателю которого он был со дня основания общества. После этого был объявлен конкурс на создание монумента. Его организаторами совместно выступили Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество. В итоге жюри отдало предпочтение проекту Владимира Бородарского. Да, я думаю, что, наверное, та идея, которая была у Трубецкова, когда он задумал этот памятник, она получилась, удалась. И удалась действительно силами, я еще раз скажу, молодого, талантливого, очень скромного скульптора. Сегодня мы видим в мягком материале этот памятник, но уже видим тот облик, тот взгляд, какой будет у будущего царя-миротворца Александра. Гатчина ныне один из самых известных и посещаемых музеев в стране. Идею установить здесь памятник императору обсуждалось уже давно. И сейчас она, наконец, стала осязаемой. Именно Сергею Евгеньевичу, большому любителю русской истории, пришел в полном замечательной, в мой взгляд, идее не дожидаться, пока памятник Александру Третьему, знаменитый памятник, находящийся сейчас во дворе мраморного дворца, обретет, наконец, достойное его место. А поставить памятник здесь, на основании эскизной работы того же самого замечательного скульптора Павла Павла Туковского, что этот памятник также участвовал в конкурсе, он тогда в конкурсе не победил, но макет его остался. Что касается, там удался памятник или нет, это, на самом деле, через какое-то время будет понятно, когда отгремят все грозы вокруг, когда противники выступят, когда защитники выступят. И еще очень важно все-таки увидеть его в пространстве двора, а не здесь, в мастерской, потому что здесь, конечно, очень сложно себе представить, как он будет в этом большом дворе смотреться. Но все размеры, которые мы смотрели, снимали, они соблюдены. Во внутреннем дворе Большого Гатчинского дворца пока лишь закладной камень. Но уже скоро здесь появится новый памятник императору, который провел здесь 13 лет своей жизни и так любил эти места. Служба информации Фонда Истории Отечества.